приветствую всех на своем канале с вами Андрей Лоскович компания Гарант Ремонт и сегодня у нас по проекту будет установка вот такого вот люка чердачной лестницы и сейчас мы покажем как мы это делаем друзья первое к чему мы приступаем это нам нужно будет отделить основную часть от нашего деревянного каркаса так как каркас монтировать в полном сборе будет очень сложно что мы для этого делаем у нас здесь есть болты которые уже вкручены прикручены к люку вот мы их сейчас откручиваем с одной стороны и с другой и тем самым освободим вот этот деревянный каркас чтобы можно было его легко крепить на потолок вот смотрите друзья когда мы разобрали вот каркас легкий можно держать одним пальчиком и так делать намного проще так что не поленитесь открутите этих пару болтов чтобы вам было проще дальше в монтаже сейчас что мы делаем мы берем инструкцию инструкцию почитали? нет на начале поломаем а потом а думаешь берем инструкцию открываем первую страницу и иными не нахер Итак, друзья, смотрите, наш каркас по наружной части, он 58 сантиметров на 118, на 118, я бы сказал, там 118,2 получается, вот, есть небольшая проблема в том, что вот эта часть у нас с запасом, она 65, то есть на 7 сантиметров больше, чем нам нужно, а вот в этой длинной части, она у нас на пол сантиметра короче, соответственно, мы сейчас с одной стороны будем немножко вырезать в потолке отверстие. Ну вот, мы чертили линию, у нас, здесь немножко кривая, буквально нам она на пол сантиметра, где-то чуть меньше, где-то чуть больше расширить наше отверстие. Как холодно, да. Итак, друзья, резать очень неудобно, но будем резать, кстати, лайфхак для многих, кто не знает, очень круто режет ламинат и всякие деревянные прокрытия, диск с алмазным направлением для плитки. Очень круто и очень быстро, сейчас вам покажу, как это делается. У нас, кстати, кто не понимает, сейчас зима, блин, оттуда очень, очень сильно дует. Вот так вот, ровненько, быстро, но немножко с дымом. Ну, посмотрите, после того, как мы пропилили дерево, диск покрывается, ну, не знаю, таким нагаром, скажем так. И в дальнейшем, когда будете пилить им, допустим, плитку, либо что-то, он будет плохо пилить. Для этого берем какой-нибудь камень, кирпич и делаем небольшие пропилы на кирпиче, так сказать, убираем вот это вот у нас напыление. И тогда опять будет все, хорошо. Но нечем, нечем было у нас сейчас отпилить, кроме этой болгарки, нечем было сейчас. Красота! Итак, друзья, что мы делаем? У нас брус с сечением 100 на 100 мм. Сейчас мы будем отрезать такие заклопные под наш люк. Почему мы так делаем? Потому что наш потолок, металлический каркас, он опускается на порядка 12 сантиметров. Посмотрим. Да, 12 сантиметров. Вот. Соответственно, наш каркас у люка, он у нас 14 сантиметров. И получается, что некуда закипеть будет люк. И чтобы у нас была возможность, куда его закипеть, мы будем отрезать вот такие вот закладные по периметру, и фиксировать к потолку, и уже к этим закладным дальше будем прикручивать наш люк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вкусно, парни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саморезы длинные, хоть и насадка у нас нобдитная, но все равно не упадает. Я использую вот такое приспособление, которое будет у нас фиксировать саморез в футовую папку. Вот на такие вот саморезы мы будем крепить наш брус к потолку. Соответственно, брус у нас 100 миллиметров, а саморез 140. И вот он не на очень много заходит у нас, получается, в основании. Соответственно, мы сделаем потай, чтобы вся основная часть у нас ушла в потолок, а саморез утопится и будет держаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И уже к этим закладным дальше будем прикручивать наш люк. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, с помощью двух человек и одной и другой веревочки, просто ставится уже на метр. Да. Да. Ага. Вот так. Мы наш лазерный ювелир опустили на 10 сантиметров ниже сейчас, для примера. Просто так легче проверять ровность каркаса, когда мы выставляем. Вот видим, дремку и белочку приставляем нашу рулетку, показывает луч на 10. Дальше идем, дальше тоже приставляем. Здесь, смотрите, здесь мы выставили на 10,2. Почему так? Потому что вот эта дверца, вот, она немножко у нас, ну, двигается и провисает. Соответственно, чтобы гипс ровно подошел, потом было у нас здесь, когда она в закрытом состоянии ровная плоскость, мы чуть-чуть наш каркасик приподняли, буквально на 2 мм. Вот. И здесь точно так, что 10,2. Вот. А вот этот угол будет ровно 10. Он точно так же, как и здесь, здесь и здесь 10. А этот 10,2, поскольку эта часть у нас немножко провисает. Вот. Так проще всего проверить там ровность каркаса. Момент номер 2. Монтировать лучше вот эту дверь каркаса. Лучше, когда дверь наша закрыта, скажем так. Почему? Потому что вот зазоры вот здесь у нас будут неодинаковые. Вы можете прикрутить и будет вот какой-то ума. Мы подложили сюда проставочки из гипсокартона с одной стороны, чтобы был упор к этому брусу. Вот. И прикрутили саморезами к основанию нашего вот этого. Здесь у нас получилась большая дырка, порядка 50 см. Но нам нужно было прикрутить вот этот брус. Вот. К этой дырке мы сделаем проставочки и уже в эти проставочки насквозь прокрутим вот эту основную часть. То есть здесь у нас все плотно стоит. Три стороны. А вот здесь она у нас пока в подвешенном состоянии. Но мы сделаем, как я говорю, проставочки и прикрутим. Так что надеюсь информация была для вас полезной. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Так. Друзья, еще немножко забыли мы. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм. Там уже нас две тысячи. Это очень приятно, что две тысячи живых, никаких не накрученных, активных подписчиков. Спасибо вам за доверие. Мы будем и дальше стараться оправдывать ваши ожидания и делать для вас интересный и годный контент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok